Программа «Город 112» в эфире. Я Виктория Герус. Приветствую всех, кого интересует криминальная жизнь Краснодара. Сегодня и за минувшие выходные произошло много происшествий. Вот некоторые из тех, о которых пойдет речь в этом выпуске. Полтора миллиона рублей штрафа и два года колонии. В Краснодаре осудили полицейского коррупционера из отдела по противодействию коррупции. Грузовик из настоящего товара из будущего. Полицейские задержали фуру с контрафактными молочными продуктами. Сообщи, где торгуют смертью. В Краснодаре стартовал второй этап всероссийской антинаркотической акции. В Краснодаре вынесли приговор полицейскому. Сотрудник отдела по противодействию коррупции попался на том, с чем, собственно, боролся по долгу службы на получение взятки. Как сообщает пресс-служба Краевого следственного комитета, в середине августа осужденный, тогда еще состоявший на службе в полиции, проводил проверку финансовой документации фирмы местной предпринимательницы. Решил пойти на уловку. Сообщил бизнес-леди, что выявил ряд нарушений, за которые ей придется ответить по всей строгости закона. Однако тут же предложил альтернативу, что называется ускорить процесс проверки бизнеса, закрыв глаза на рабочие огрехи. Свою помощь он оценил в 150 тысяч рублей. Женщина согласилась, но сообщила об этом куда следует. Нечистого на руку правоохранителя задержали во время передачи денег и завели на него уголовное дело. После служебной проверки его уволили из органов внутренних дел. Отмечу, что выявленные экс-полицейским нарушения финансовой отчетности предпринимательницы оказались не более чем вымыслом, ставшим поводом для шантажа. Суд признал экс-полицейского виновным и назначил ему наказание. Штраф в полтора миллиона рублей и два года заключения, которые коррупционеры за дело по противодействию коррупции проведет в колонии общего режима. В краснодарские магазины пытались завести молочную продукцию из будущего. Фору с товаром задержали полицейские на посту ДПС в Тюмрюкском районе. Стражи порядка решили проверить содержимое автомобиля. Как выяснилось, дата упаковки на всех продуктах стояла на сутки вперед. Водитель грузовика пояснил, что накануне загрузил товар в Армавире и повез их на продажу в магазины «Края». Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Рассматривается вопрос о составлении административного протокола. С сегодняшнего дня в Краснодаре стартует второй этап всероссийской антинаркотической акции «Сабщи», где торгуют смертью. Она продлится до 25 ноября и призывает всех граждан бороться с распространением наркотиков. Для этого краснодарские полицейские проведут лекции в учебных заведениях города и покажут короткометражные фильмы и видеоролики о вреде запрещенных препаратов. Правоохранители призывают население присоединиться к акции и не оставаться равнодушными. Любую информацию о распространении или употреблении наркотиков сообщите в полицию. Номера телефонов сейчас перед вами. Также по указанным номерам можно высказать свои идеи улучшения антинаркотической компании и получить информацию о лечении зависимости. Ну а теперь к происшествиям дорожным. Предлагаю посмотреть подборку наиболее серьезных аварий из числа тех, что произошли на дорогах Краснодара за минувшие выходные. Все снято на видео камерами городского наблюдения. Так что у нас будет возможность детально разобраться в причинах дорожных конфликтов. Начну с субботней аварии на улице Селезнево. Произошедшие здесь обычно называют «споткнулись на ровном месте». Казалось бы, пустая дорога, ничто не предвещает беды. Внезапно Красный Намарк останавливается, заранее обозначая световым сигналом намерение повернуть. Двое изъехавших следом водителей успевают среагировать. Тот, что на темной легковушке останавливается, а рулевой серебристый идет на рискованный маневр. Маневр перестраивается в правый ряд прямо перед микроавтобусом. Но удача на его стороне, он успевает проскочить. А вот ехавшему за ним водителю черной намарки явно не повезло. Поздно, заметив стоящую машину, он пытается увернуться от столкновения слева и оказывается на встречке. А там едет 99-я. В нее и пришелся удар, благо, что покасательный, а не лоб в лоб. А это уже развязка красных партизан и второй линии. Здесь тоже не обошлось без красной машины. Обратите внимание, она начинает сворачивать на улицу Бабушкина, несмотря на знаки, сплошную линию дорожной разметки и ехавшего мотоциклиста. Иномарка задевает его, и рулевой падает на асфальт. Пострадавший тут же пытается подняться, но сделать это самостоятельно из-за полученных травм ему не удается. Помогли проезжавшие мимо очевидцы. Они и вызвали врачей, судя по видеозаписи, куда более чем доступно, объяснили виновнице случившегося ее ошибку. И снова злополучный перекресток Ялтинская-Уральская. С тех пор, как здесь изменилась разметка, практически каждый день здесь бьются машины. Но на этот раз ДТП произошло по другой причине. Водитель иномарки решил повернуть на Уральскую на красный сигнал светофора и перегородил дорогу, выехавшему на перекресток по правилам авто. Ну а этот инцидент, он произошел накануне ночью. Наглядный пример не просто водительской безответственности, но и наглости. Отечественная легковушка, свернув на Оторбекова, с разгону заезжает на парковку и таранит стоящее там авто. Водитель хотел покинуть место ДТП незамеченным и уезжает. Однако он не подозревает, что за ним наблюдают сотрудники ЕДДС посредством сразу нескольких видеокамер. И уже вызвали автоинспекторов. Это все, о чем я и мои коллеги успели вам рассказать. Пусть остаток этого дня пройдет для вас так, чтобы завтра вы снова были телезрителями, а не стали героями программы «Город 112». Редактор субтитров А.Семкин